АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Насколько велика ваша мечта? С какой целью вы пришли в этот бизнес? Заработать лишних пару тысяч долларов? Или на самом деле изменить свою жизнь? Кардинально изменить свою жизнь? Какие ваши устремления? Или вы хотите получить максимальный результат, и у вас устроят, в принципе, посредственные какие-то цели, результаты, достижения? Это ваш выбор и это самое главное, что мы выбираем и ради чего мы пришли в этот бизнес. Ну, не знаю, как вам, мне очень нравится город. Есть люди, кому нравится город? Поднимите. Ну, наверное, большинство идет, потому что просто остальные не захотели бы поднять. На самом деле, лично меня горы очень сильно притягивают. Я сам вырос в степной местности, но вот сейчас живу на высоте 550 метров над уровнем моря, и надо мной возвращается гора еще на 1800 метров. И когда утром выходишь, на балкон, вид очень красивый. Но можно за ними просто наблюдать снизу вверх, а можно туда забираться. Последняя гора, на которой я побывал, это гора Олимп, которая находится в Греции. Это не значит, что я туда шел как пенис, там все гораздо проще оказалось, можно заехать на машине. Вот. Но, когда ты находишься вот там, на горе, ты испытываешь такие очень интересные ощущения, чувства, когда ты выше всех, то вот так, понимаете. Когда там внизу, где-то вот там, ты понимаешь, внизу, где-то города, какие-то там поселки, народ суетится, что-то делает, а ты здесь наверху, в тушене, в покое. Круто. Круто. Но лично мне нравится. Но есть одна гора. Не Олимп, не другая. Это ее вид. Кто знает, как она называется? Анг? Эверест. Или Шамалумма. Шамалумма. Это по их нему парам. Не по-русски. Мать Земли, называется эта гора. Ее высота 8,848 метров. Кстати, Олимп 2,980 метров. Это очень красивая гора. Ну, не очень. Там очень красивая гора. Я долго на это все смотрел, не сейчас. Если бы еще разжималось. Но, чтобы попасть на эту гору, надо очень многое сделать. Очень сильно постараться. И, вообще, надо быть, самое главное, таким сумасшедшим. Очень сильно. Туда попадают вообще единицы. Очень мало людей, которые хотят на нее попасть. Вернее, может быть, и кто-то из вас, из нас, и какой-то вот... Ну, хорошо бы там побывать наверху. Но мы понимаем, какую цену нужно заплатить для того, чтобы побывать на вот этой горе. И многие, кстати, платят очень большую цену, чтобы там побывать. Один из... И вообще, почему? Почему эти люди, они хотят там побывать? Альпинисты. Один из альпинистов, которому задали вопрос, из известных альпинистов, который сделал туда восхождение, спросили, почему он хотел покорить уверенность. Он сказал, потому что он есть. Это просто его желание. Потому что он есть. Инаканам не нужно определять свои желания, давать им какое-то логическое обоснование. Достаточно просто для себя принять решение. Я хочу это. Это моя цель. Это моя мечта. Это мое желание. И один из известных английских деятелей в Израиле, он сказал такую фразу, что если человек действительно готов или хочет достичь своей мечты, которую поставил для себя цель, и такой человек готов платить цену даже вплоть до... Ну, фактически до смерти. То есть он готов пожертвовать своей жизнью ради достижения своей цели. Именно такие люди достигают этих целей. Потому что есть и другие картинки с этой же горы. Это самые такие простые. Вот самые не страшные. Кто-то там остался. Эти люди заплатили свою цену. Они готовы были это сделать. Но они заплатили эту цену лишь по одной причине. Потому что был какой-то недочет. Они что-то не учли. Была какая-то сделана допущенная ошибка. Они просчитали. Бывает просто человеческая гордость, которая не позволила им вернуться обратно. Я хочу поговорить. У меня очень мало времени. Я просто назову ключевые факторы, которые смогут помочь вам в достижении ваших целей в вашем бизнесе. И самый первый такой важный момент, который необходим, это подготовка. Те люди, которые поднимаются на Эверест, они всегда готовятся. Потому что было бы странно простому человеку, обычному с улицы захотеть туда подняться и это сделать. Всегда идет подготовка. Подготовка очень серьезная. Кстати, это не теоретическая подготовка. Это подготовка. Они просто тренируются на соседних пиках. Они поднимаются куда-то. Поднялся, спустился. Поднялся, спустился. И только после того, когда они прошли климатизацию, когда они почувствуют в себе, что они готовы подняться на самый верх, они идут туда. Это ваша подготовка. В нашем бизнесе то же самое. Мы не занимаемся теорией. Мы учимся по ходу дела, по ходу бизнеса. И опять же, благодаря спонсорам, благодаря системе у нас есть обучение. И каждый человек, который приходит в этот бизнес, он получает все необходимые навыки и знания для того, чтобы здесь преуспеть. Потому что люди, пригласившие вас, они в этом заинтересованы. Следующее, конечно же, это план. Это маршрут. Это то, как мы будем идти. У нас есть маркетинг-план, у нас есть карьера, по которой мы идем. Очень важно. Часто мы думаем, что дорога к нашей мечте, она вот такая ровная. Вот как нарисовано на горе. Гора идет, но иногда это происходит вот так. Если, например, я поднимаюсь на машине на высоту 2000 метров, я проезжаю километров в 15, а не 2 километра всего. Потому что дорога вот такая. Так и в нашей жизни. Дорога к успеху, она вот такая. Она не прямая, она не ровная. И очень важно положить правильный маршрут. Следующий момент, который важен, это такие промежуточные этапы. В нашем плане это маркетинг-план, компенсационный план. Иногда очень сложно, если мы ставим самую высокую цель в нашем маркетинг-плане. Это короновые бриллианты сегодняшние, это самая высокая цель. И я говорю именно об этом. Потому что нам нужно ставить амбициозные цели, если мы хотим чего-то достичь в этом бизнесе. Но есть промежуточный этап. Очень странно выглядит новичок лично для меня, который говорит изначально, я готов стать сегодня или через какое-то коронавирусное время короновым бриллиантом, при этом не понимая, какую цену необходимо для этого заплатить. Есть промежуточный этап. Хорошо, супер, это максимальная цель. Но для начала ставить специалистом, не фритом. И так далее. Начни расти по карьере. Это твои промежуточные этапы. Следующий момент, на каждом этапе, это такое из личного наблюдения. Необходимо закладывать, это то, что происходит там, а не на каждой этой стоянке. Вот это то, что видите здесь, это стоянки. Когда они поднимаются, они везде, и на каждую стоянку, они ее оборудуют, ставят палатки и переносят туда все необходимое для того, чтобы с ними ничего не произошло. То есть и провиант, и снаряжение, и все остальное. И на каждом этапе необходимо иметь такой хороший запас. Потому что, ну я имею в виду денежды. Потому что часто, когда ты начинаешь зарабатывать деньги, ты тратишь. Тем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Необходимо всегда что-то оставлять. Это поэтому. Следующий момент, все это важно. Можно иметь подготовку, можно иметь маршрут, можно все понимать и знать. Об этом геля в бизнесе, или мы говорим сейчас о подъеме. Но очень важно иметь силу воли. Силу воли. И то, как говорят сами альпинисты, когда они поднимаются, даже и сила воли. Это по-русски говоря терпелка. Очень важно иметь терпелку. Потому что там наверху сила воли уходит. Там остается только сила духа. Это вот эти последние шаги. Возможно последняя стоянка на высоте 8200-8300. Когда на вершине остается 300-400 метров до самой вершины. Это называется зона смерти. Даже, наверное, шутки написали. Вай-фай зона. Это очень важно в нашем бизнесе. Мы можем строить бизнес везде. Главное, чтобы был вай-фай. И вот там зона смерти. Вот эти шаги самые сложные. И вот необходимо иметь терпелку. Потому что когда, если у тебя есть та цель. Потому что когда ты стал приятным, к примеру. В принципе, ты зарабатываешь 100 тысяч долларов в месяц, то уже не плохо. Но если у тебя есть максимальная цель, значит нужно включить какие-то другие ресурсы, чтобы двигаться туда. И последнее, что я хочу сказать. Альпинист называет эту гору гору одиночек. Гора одиночек. Наш бизнес – это бизнес-лидер. Мы говорим о том, что это командный бизнес. Да, это так, очень важно. И мы создаем его именно так. И здесь люди тоже создаются экспедиции, а не команды. Но расстояние между ними, как правило, очень большое. И за минуту-две может с человеком произойти все, что угодно, вплоть до смерти. И его просто не успеют спасти. И человек должен рассчитывать только на себя. В нашем бизнесе то же самое. Вы пришли сюда, и только от вас зависит успех в этом бизнесе. Ни от спонсора, ни от компании. От вашего решения и от ваших шагов, от ваших действий, которые вы предпринимаете. Я желаю, чтобы вы в своей жизни достигли вершины своего уверенности. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И так...